А я представляю вам гостя нашей программы. Это Андрей Витальевич Токорецкий, член Украинского Геральдического Общества. Между прочим, создатель герба Луганской области. Но мы сегодня поговорим не о вашем творении, а у меня вопрос по поводу герба нашего города. Насколько мне известно, что нашему городу Луганску герб был положен с 1882 года, то есть когда городу был присвоен статус уездного. И насколько я знаю, что первоначальный вариант отличался от того, который мы сейчас видим. То есть не вариант, а предложение луганчан. Это действительно так? Ну, я скажу, что это немножечко не так. Вообще все материалы по гербу города Луганска собирал в течение 25 лет очень известный краевед и геральдист Олег Андреевич Житниченко. И только благодаря его поискам, благодаря его материалам, эти сведения, которые мы имеем в настоящее время по гербу города Луганска, они доступны сейчас нам. Хотя город Луганску был присвоен статус города в 1882 году, однако в течение 9 лет он не имел вообще никакого герба. И герб Луганска, удивительный герб, можно сказать, уникальный. И уникальный он тем, что это один из немногих гербов, который был предложен здесь на месте, в городе. И потом геральдия сената взяла его за основу и утвердила этот герб. То есть вот это предложение было со стороны нашего города. Именно такой герб мы хотели и отправили в Петербург на утверждение. В 1891 году представила вариант проекта герба города Луганска и представила его в геральдию сената. На этом проекте герба были изображены, должны были увековечены те исторические события, которые были связаны конкретно с городом Луганска. Вот это в центре, наверное, память о сербах, да, все-таки? Да, шишак, шишак, это память о сербах. Герб Екатеринославской губернии. Екатеринославская губерния, давайте напомним, почему Екатеринославская губерния. Герб Екатеринославской губернии, потому что именно в Екатеринославской губернии находился уездный город Луганск. Вензель императора Александра I, потому что именно в его бытность в 1882 году Луганску был присвоен статус уездного города. Также мы можем видеть здесь герб Слоносербского уезда, это шишак, и две перекрещенные пушки в память о том, что здесь был Луганский казенный завод. А также ядра и гранаты, и доменная печь, это в память о том, что здесь были правительственные задачи, связанные с выпуском вооружений для артиллерии. Кстати, доменная печь, которая показана здесь, это была как раз оригинальная печь, которая существовала на Луганском литейном заводе. И если внимательно посмотреть, здесь видно вензель Павла I, то есть она была поставлена в бытность императора Павла I. И вот такой проект герба был отправлен в Герольдию Сената для утверждения. И что в результате? Что утвердили и что мы получили? Какой герб? В результате в 1903 году был жалован Николаем I герб города Луганска, который был доработан Герольдией Сената и имеет вот следующий вид. Основной фигурой герба так и осталась доменная печь, однако конфигурация немножечко изменилась. Сопровождают доменную печь два черных молотка в знак того, что это был горный округ. Вот. И появилась новая фигура, это вольная часть. В вольной части обычно изображался герб Екатеринославской губернии. Вы можете показать, Андрей Витальевич, я знаю, у вас есть действительно герб Екатеринославской губернии, вот он отдельно. У вас вот внизу находится... Вот герб Екатеринославской губернии. То есть это наш герб показывает о том, что мы принадлежали к Екатеринославской губернии. Очень много слухов ходило насчет вот этих звезд, которые находятся вокруг Винзеля Екатерины Второй. Некоторые считали, что это количество горных округов в Донецком крае, некоторые считали, что это количество уездов Екатеринославской губернии. Однако, эти звезды обозначают немножко другое. Звезды вокруг Винзеля Екатерины Второй обозначают то, что это защитная фигура. Это их число 9, а 9 в символике обозначает число 9, это потусторонний мир. То есть, в то время, когда создался герб города Екатеринослава, Екатерина Вторая была уже в миру ином, и поэтому защитную фигуру из 9 звезд охраняла Екатерину от каких-то воздействий отсюда, да? Да. Если так, мистически говорить. И конкретно желали ей благополучия и почивать в миру ином. То есть, Андрей Витальевич, получается, если мы смотрим на сегодняшний герб Луганска, покажите его еще раз, пожалуйста, то можно сказать, если читать его по-геральдически, то есть мы до сих пор как будто бы в Екатеринославской губернии, да? Если так читать его. Так, ну, если рассматривать с точки зрения герба Луганска, то в настоящее время украинское геральдическое общество разработало новую систему украшения гербов, и некоторые элементы гербов уже, можно сказать, давно ушли. Вот так, вот это вольное поле с гербами Екатеринославской губернии, которые уже давно не существуют, и у города Днепропетровска сейчас имеется совершенно другой герб. Поэтому это вольное поле уже следовало бы с герба убрать. И вот последний вопрос, возможно ли изменение в гербе? Возможно изменение в гербе. Герб это живой организм, и он может дополняться и изменяться. И поэтому по законам современной украинской геральдики щит должен быть, имеет полукруглую форму, и необходимо было бы убрать это вольное поле с знаками Екатеринослава. Вот пока мы готовились к этой передаче, вышла книга гербы городов и сел Украинской Украины. И вот здесь под номером 285 мы имеем уже как бы измененный вид города Луганска, герб города Луганска. То есть вот примерно в таком виде должен сейчас выглядеть современный герб города Луганска. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я думаю, мы сейчас с вами увидимся, обязательно поговорим о том, как создавался вами герб нашей области. Я благодарю вас. Ну, а наша передача продолжается, и сейчас последняя часть нашей программы.